здравствуйте другие друзья сегодня я хочу поговорить о духовном мире а также о духовной смерти что же такое духовный мир или духовная смерть начну с духовного мира на самом-то деле все что мы видим все что нас окружает это планета земля это красивые краски море это песок зря это красивые дома красивые автомобили это физический мир но также существует еще и духовный мир он едет на самом деле два духовного мира первый духовный мир это мир Бога второй духовный мир это мир сатана мир зла и каждый духовный мир живет по своим законам Бог создал мир для людей это физический мир человек есть дух душа и человек живший на земле он должен был жить в благодати но грех нарушил все и именно из-за греха человек страдает на планете земля и происходят убийства и другие очень даже нехорошие негативные негативные а нерезительные вещи но если мы вернемся к другому миру к духовному миру духовный мир живет по закону Бога это закон любви тот кто знает Бога и тот кто любит Бога он уже в этом законе и живет в этом мире но треть ангелов иногда в свое время отошли от Бога и пошли за сатаной и стали служить сатане и тогда произошел страшный мир и Бог выгнал этих существ с лица Божьего и они начали жить по своему закону по своему уставу и этот мир мир сатаны теперь очень серьезно вникает очень серьезно мешает жителям земли вот что такое духовный мир может такой физический мир духовный мир может влиять на физический мир и также физический мир может влиять на духовный теперь я хочу поговорить о духовной смерти духовная смерть есть только у тех людей которые однажды познали Бога однажды познали Истину всемогущего Отца приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя и когда это произошло люди начали славить Бога молиться Богу поклоняться Богу читать Библию начали жить по законам Бога по закону любви но однажды суета так сильно захватила умы и сердца многих людей что люди начали засыпать жизнь пришла духовный свет или духовный сон что такое духовный сон и так его понимать духовный сон это когда человек считает что он с Богом он молится постится он поклоняется Богу славит Бога он живет прекрасной якобы жизнь по его мнению по его уставу но на самом деле Дух Святой откликнулся Дух Святой возле него но не в нем Дух Святой шапчет ему Дух Святой говорит ему но не слышит его но тогда когда это происходит когда человек духовно засыпает вот допустим пример что такое сон вот человек живет с утра до вечера наслаждается своей жизнью якобы все нормально вечером он приходит и засыпает тело живо тело дышит и тело существует по периодам оно отключит оно спит человек бездействие тот же самый духовный сон человек якобы духовный человек знает Бога имеет дары от Бога имеет святость Божью и все якобы хорошо но приходит время когда человек духовно засыпает и когда человек духовно засыпает он умирает не физически духовно и спросите вы когда это происходит на какой же он стороне Божьей или на стороне дьявола на самом-то деле тогда когда это происходит он на стороне дьявола сам этого не понимает духовный сон это когда вот такой пример что такое человек который знает Бог это человек который будет дезапель молится постница читает Библия и прочее а человек который имеет дары человек который сильный в Боге человек который помогает людям прочее но когда человек духовно засыпает засыпает вести с этим дары когда человек духовно засыпает ему перестает хотеться молиться спаститься вообще искать близкие взаимоотношения с Богом он думает что у него все хорошо Что он на высоком уровне, и он с Богом, не понимая, что он уже уснул. Почему же он, когда это произошло, он не понял, что он уснул? Дьявол приходит и нашепчивает ему, что все хорошо, ты не спишь, ты бодрствуешь, у тебя все хорошо, двигайся дальше. И человек якобы двигается дальше, но уже без Бога. И он этого не чувствует. Дьявол до такой степени заостряет его чувство, потому что он уже далеко без Бога, далеко без контакта с Богом. Дьявол до такой степени заостряет его чувство, этого человека, что этот человек просто не понимает, что с ним происходит. Знаете, это то же самое, что человек, который имеет говорение на иных языках, он говорит на иных языках. Но однажды есть такой дух весовский, который имитирует иные языки, и человек на самом деле думает, что он говорит на иных языках. Но на самом деле это не так. Дьявол и его одна. То же самое в духовном мире, в духовном сне и в духовном бодрстве. Когда человек духовно бодрствует, якобы все хорошо, но на самом деле все очень даже нехорошо. Когда человек духовно спит, у него отсутствует Божий страх. И это ужасно. Кратко, что такое Божий страх или страх Господня. Это страх Господня, это не бояться Бога. Вот он такой страшный, я его боюсь. Нет. Страх Божий, это когда человек боится обидеть Бога. Хочет всячески ему угодить. И любит его. Без возмезды. Вот что такое страх Божий. Такой человек, который духовно засыпает, это человек, который не имеет страха Божьего. Он его просто теряет. Вот и все. Я хотел бы, чтобы каждый из нас понял, что духовный сон это не наша перспектива. Мы должны бодрствовать и смотреть за собой. Как же понять, спишь ты или ты бодрствуешь в Божьем намерении? Очень часто люди получают откровения от Бога. Призвания. И идут много-много с призваниями. Творяют историю. Делают одну работу, вторую, третью, четвертую, пятую и дальше. И люди, когда делают такую работу, они должны иметь контакт с Богом. Каждый день. Легко вычать челюсти. Легко каждый день. И когда они иметь контакт с Богом, у них все идет относительно по благодати. Иногда да, иногда нет. Но почему терять контакт с Богом, он все равно делает какую-то работу, но уже чисто, как сказать, он делает это по иннекции. Без желания. Без контакта с Богом. Я хочу пожелать каждому из нас, чтобы каждый из нас имел контакт с Богом. Близко-лизко. И имел то, на самом деле, мы должны иметь. А мы должны иметь у Христова, в сердце Христова, Его любовь к Богодать. Знать Его близко. И искать Его лицо. Больше, больше, больше. И хочу пожелать каждому из вас, чтобы вы не спали, а бодрствую. Если это будет, тогда вы сможете осуществить Божье призвание. Но вот если вы его осуществите до конца, и своими приедете к Господу, и Господь скажет, «О, добрый и верный рак, ты помог мне, в моей работе, и Он подарил вам лучшие подарки». И будьте иметь успехи. Далее, господь, Господь. С миром.